всем привет тема сегодняшнего расклада неожиданные моменты будущего что произойдет нежданно негаданно что ворвется вашу жизнь когда не будете ждать проследим линию вашей жизни от прошлого до событий будущего и так в прошлом что произошло у вас в судьбе в жизни что-то что навело вас на мысль да вы задумались вы сделали паузу остановку потому что того требовали обстоятельства вы решили может быть что стоит что-то поменять что-то пересмотреть что-то вот натолкнула вас на мысль о том что вам надо бы что-то поменять или остановиться или как-то по-другому посмотреть на это да были какие-то обстоятельства которые вот подтолкнули вас к познанию чего-то нового, к открытию чего-то нового, к переосмыслению чего-то. Так, карты не видно. Прошлое. Что здесь было? Прошлое. Вы рассчитывали на то, что ваши надежды получат реализацию, что-то сбудется, что-то реализуется, что-то выйдет в рамк исполненного вашего желания. Вы искренне верили в то, что идете по верной дороге. Карта исполнения желаний. Могло исполниться, конечно, это желание, но не все же от нас зависит. Мы-то идем верной дорогой, но это не значит, что и другие люди идут верной дорогой. Это не значит, что и мы сами не ошибаемся, не принимаем иллюзорное за действительное. Вернее, действительно, ну да. Действительное за иллюзорное. Что там в прошлом еще произошло? Что резко, неожиданно поменяло ваши планы. Вы надеялись на то, что будет по-другому. Здесь резкий поворот какой-то. И вы понимаете, что это преграда, это проблема, это что-то, что ограничивает ваше движение, что двигаться в заданном направлении уже невозможно. Что там еще произошло? Обманута ваше доверие, скорее всего, вы не получили ответной реакции. А вы человек, который, да, хотел, рассчитывал на ответную реакцию. Вам это важно, да? Вы, в принципе, человек, который не любит, когда в одни ворота игра идет. Вы хотите отдачи, вы хотите взаимности. Вы ожидали этой отдачи, этой взаимности. Ну, вот не оправдались ваши надежды. Что здесь, потеря какая-то была? Ну, может быть, и была потеря, но вот карта солнца, она про то, что для вас это время подъема. Да, вот часто так бывает, что какая-то проблема, какая-то ситуация, где не сбываются, не осуществляются наши надежды. Какие-то крутые повороты судьбы возникают, что уводит нас от исполнения желаний. Часто это является каким-то подъемом жизненным. Это дорога к истине, к прозрению, к благополучию, к настоящему успеху. Выход из иллюзорности какой-то у кого-то был. То есть вы шли не той дорогой, вы не то считали правдой. Вот наивно полагая, что это правда, что это истина, что это может осуществиться. Вот оно ушло. Ушло как ненужное что-то, как некий груз, который вы несли. Теперь как верная дорога у вас. Теперь вы на верном направлении. Плавное подбираемся к настоящему. Что в настоящее время уже у вас? В настоящее время у вас очень даже неплохие позиции в жизни, сильные позиции. Вы человек, который достиг уже какого-то уровня. Если вы еще пока не вышли в рост, не вышли в позиции такие крепкие и стабильные, то очень скоро это произойдет. Однозначно. Эта ситуация сложная, ставшая для вас непредвиденной преградой, она завершается для вас победой, для вас каким-то результатом. С течением обстоятельств каких-то ведущих вас на ту дорогу, где вы извлечете больше перспектив для себя. То есть эта история однозначно станет для вас поводом для роста, для развития, для переосмысления чего-то, для смены какого-то направления, для прозрения у кого-то. Потому что может так быть, что здесь вам реально нужно прозреть карта солнца. Прозреть, чтобы получить успех, удачу, чтобы вернуть себе удачу, чтобы встать на верный путь, чтобы уйти от иллюзорности, исправить ситуацию какую-то, вывести свою жизнь на новый уровень. Такое ощущение, что вот в прошлом вы шли, наивно полагая, что эта дорога приведет вас к успеху. Вы выбрали тяжелую дорогу, в то время, как у вас путь значительно легче, интереснее, проще. Как-то старательно пытались вы уходить от своей удачи. Счастье, оно для вас такое очевидное здесь. Ну, как вот, не знаю, не видели вы дорогу. А почему не видели дорогу истинную? Что затмевало ваш взгляд, ваш взор? Какая-то женщина появилась в вашей судьбе, несущая вам какую-то ложную информацию, ложные представления об этом мире. У нее какая-то своя система ценностей. Есть же такие люди, знаете, которые появляются вдруг, ниоткуда, и начинают нам пропихивать свои системы ценностей. Вот ты неправильно живешь, надо вот так делать. Причем, ну, ведь она какая, да? Сила убеждения у нее достаточно мощная. Королева Жезлов. Человек убеждает. Человек примеры какие-то приводит. Есть у нее сила убеждения. Дама-блондинка. Блондинка. Это тоже располагает. Мягкость такая внешняя. У нее симпатичная женщина. Стройная, возможно. Владеет способностью убеждать, да? Способность аргументировать то, что она говорит. То есть ее слова это не просто пустой звук. У нее масса аргументов для этого. Масса примеров каких-то личных. Послушали вы эту женщину. Ну, вот вложила она в вашу голову какие-то другие истины. И вы пошли по этой дороге. Что там? Что? Что же вы там услышали вообще в том, что она говорила? В ее вот этих позициях. В ее системе ценностей. Что вы для себя там извлекли? Там нечего извлекать было. Кроме огня. Сплошной огонь. Импульсивность. Какая-то... Что там в ее характере еще по королеве Жезлов? Огонь. Неимпульсивность. Какое-то хаотичное движение вперед. Все время вперед. Быть на высоких позициях. Впереди планеты всей. Достигать результативности. Всегда быть на высоте. Вот это свойственно королевам Жезлов. Что невозможно в жизни. В принципе. И это против законов мироздания. Нельзя быть всегда на высоте. Потому что жизнь это цикличная система. Система ценностей. Которая идет то на спад. То на взлет. Это нормально. И только человек, стремящийся изо всех сил держаться где-то на высоте, нарушать законы мироздания. Это уже вне. Вне законов мироздания. Это уже называется плевок на все ценности духовные. Ну вот вы друга увидели. Друга наставницу в этом человеке. В этой женщине. Может и не женщина кстати говоря. Общий расклад. Здесь просто энергия идет. Более такая мягкая. Нежели например. Если бы это был король Жезлов. Там больше мужская такая напористость. Нарывистость даже. Но опять же сила убеждения свойственна и королю Жезлов. И королеве Жезлов. Человек реально умеет убеждать. Увидели наставника, наставницу. Человека, который действительно что-то знает. Как вам показалось это. Доверились. Доверились не тому человеку. А вот он и король Жезлов. Может быть это одна личность. В которой сочетаются и мужские качества Жезловые. И женские. Но правит этим человеком одна стихия. Огонь. Это хаос. Огонь. Это всепоглощающая сила. Если я хочу, то я хочу многого. Если я хочу, я хочу большого результата. Если я играю, то я играю только по крупному. Если я занимаю в жизни какие-то позиции, то это будет обязательно высота просто для других недостижимая. Если я хочу первенства, я буду первым. Вопреки справедливости и законам мироздания. Человек не знает рамок. Человек не знает красных черт. Человек просто стремится тупо. Ну вот вперед. Быть впереди. Быть на высоте. Как я уже говорила. Быть среди лидеров. Быть среди лидеров. Вот такая личность здесь. У вас сила убеждения больше привлекла, вас притянула к этой личности. Насколько человек для вас оказался так, что видит ситуацию. Вы через этого человека посмотрели на себя, как вроде на другую личность. Как будто вы можете гораздо больше. Внушила эта личность вам, что вам по жизни надо ставить очень высокие планки. Но постановка чрезмерно высоких планок, если это не соотносится с ресурсностью человека, с количеством тех энергий, ресурсов, которые есть в самом человеке, то эта планка, она не будет никогда достижима. Если даже и будет достижима, она не принесет никогда желаемого результата. Потому что комфортно там, где твой внутренний ресурс, твой внутренний потенциал, уровень твоей ресурсности соотносится с тем, на каком уровне ты находишься в этой жизни. Здесь не соответствует. Здесь сам человек, во-первых, идет чрезмерно амбициозный, ставящий какие-то патологически высокие цели. Место ее или его, этой личности, совершенно где-то на другом уровне. Человек пытается перешагнуть эти уровни и подняться на несколько уровней выше. Но чтобы потешить самолюбие, чтобы свою самооценку поднять. То есть неблагополучие внутреннее этим человеком движет. Почему хотим прыгнуть выше головы? Да потому что доказать, что-то хотим. Человек, уверенный в себе, без комплексов, без психологических барьеров, без кармических узлов, он никогда не будет ставить себе нереальные задачи. Его никогда не понесет наверх вот этим огнем, беспорядочным и хаотичным. Он будет понимать, что для него в жизни приоритеты, что для него красные черты, что для него ограничения и какие-то перспективы. То есть он порядок будет в своем пространстве сохранять. Здесь хаос. Здесь внедрение каких-то высоких целей, задач, которые вас привлекли, потому что сила убеждения человека сильна, и вы пошли по этой дороге. Потом получилось так, что жизнь с этой женщиной вас развела. По разным дорожкам вы пошли. Видите, вот ушла эта женщина из вашей жизни. Или вы ее сами выбросили. Что здесь произошло? А прозрели вы все-таки. Вот видите, умиротворение пришло. Как-то вы так ощутили, что вам и хорошо на своем уровне. Вот жила я или жил прежде без этой дамы, без ее каких-то амбициозных, планок завышенных. И как-то и хорошо мне, да. И комфортнее мне даже стало. Может быть, вы, знаете, как-то на беговой дорожке с этой дамой пытались соревноваться. Может, у вас соревнования, какие-то конкурентные отношения были. А здесь хорошо и как-то умиротворенно, расслабленно вы себя ощущаете уже. Вам комфортно. Ну, то есть вы все-таки поняли потом, что эта дама, она так слегка загибает, перегибает палку, да. Что так нельзя жить, так нельзя делать. Что-то она вычудила там, что вас остановила. Ну, она повлияла на вашу жизнь, на вашу судьбу. Да так повлияла, что, знаете, тут еще бумеранг какой-то впереди. Еще не все точки над ее расставлены, не восторжествовала какая-то правда, вот по карте правосудия. Ну, вот она из тех людей, которые, знаете, если кто-то не по душе, если кто-то вдруг прозревает, выходит из-под ее огненного контроля, она уничтожает этих людей. Она еще и обиделась на вас, возможно. Она еще и вас обвинила в каких-то проблемах, которые якобы вы ей принесли. Хотя она сама куча проблем ходячих. Ходячая куча проблем, да. Человек сам себе создает проблемы в жизни тем, что он пытается постоянно прыгнуть выше головы, а потом кто-то виноват. В общем, плохое какое-то негативное впечатление у вас в итоге от этой женщины осталось, хотя изначально вы ее считали другом, подругой. Ну, может быть, и не женщина, повторюсь. Просто человек огненного такого характера, склада. Что еще карты нам расскажет? Ну, вы знаете, что вы одна или один из тех личностей, которые вышли из-под ее контроля. Но как-то не хотела она вас отпускать. Дама тоже такая умна достаточно. То есть она была рядом с вами с какой-то целью. Не цель вам помочь, далеко нет. Цель поработить вас. Женщина любит, знаете, когда люди ей подчиняются, когда ее боятся, может быть, да. Когда люди зависимы от нее. Ей это нравится. Ей это нравится. Вы человек со своей позицией. Вы эту позицию высказали. Достаточно уверена как-то, что ей очень не понравилось. Она поняла, что бороться с вами будет сложно. Конкурентов она в принципе не терпит. Для нее понятие конкуренция, это значит, что надо взять и человека просто убрать. Выжить из пространства. Подставить, обмануть. На все пойдет, если цель стоит перед ней. Убрать человека, уберет однозначно. Вот, скорее всего, так и произошло. Но она думает, может быть, даже сейчас, что она вас убрала со своей дороги. Что она выбросила вас на обочину жизни. Но по этой карте я так не могу сказать. Потому что здесь человек, который на первом плане стоит. Сзади него все проблемы. Без негатив. Это все, что к вам прицепилось от этой дамы. И потом вы из этого выпрыгнули. Выпрыгнули. Да, может быть, вы понесли потери. Но не скажу, что эти потери какие-то фатальные для вас. Вы все равно сейчас занимаете в жизни довольно-таки сильные позиции. Будущее чем ознаменуется для вас? Будущее чем ознаменуется? Ох, какая будет колоссальная трансформация. Вы решите изменить круто свою жизнь. Круто изменить свою жизнь. Вы захотите избавиться от каких-то зависимостей. От какого-то прошлого, которое держит вас в зависимом положении. Может, кому-то вы должны что-то. Кому-то обязаны чем-то. Может быть, знаете, привыкли вы жить в какой-то определенной модели поведения. Да, в каких-то рамках. Это вас угнетает. Что вот вы кого-то обидели. По отношению к кому-то поступили как-то некрасиво. Здесь такое немножко душевное самоостязание. Душевный мазохизм небольшой такой. Но на самом деле это поможет вам разобраться очень во многих моментах. И вы придете к мысли о том, что вам надо начать новую жизнь. Вам надо вообще поменяться как-то внутренне. Начать по-другому относиться к себе, к окружающему миру. Поменять свои цели в жизни, задачи. Как-то определяться для построения нового будущего. Что в будущем еще будет у вас после этой ситуации? Новая жизнь. Вот она и будет. Новая жизнь начнется. Новая жизнь. Переезд по этой карте может часто проигрываться. Хотите в другую страну переехать с другими ценностями, с другим менталитетом. Потому что здесь надоело. Что-то вас не понимает, вас не слышит. Вас не устраивают эти энергии, которые здесь господствуют. В другой город, в другой регион. Что-то здесь очень захочется поменять. Просто поменять место жительства. Может быть, там, не знаю, квартиру купить. Покупаем недвижимость, начинаем новую жизнь. Очень часто так бывает. И не просто так. Новый дом, новая жизнь. Вот эти два понятия очень тождественны, совместимы. Действительно это помогает освободиться от прошлого. Поэтому подумайте над этим. Поменять квартиру. Или там купить, или дом купить, что-то поменять в своем пространстве. Чтобы это пространство не напоминало вам о прошлом. Чтобы это было что-то, что позволит вам создать новую жизнь. И забыть о старой. Что в будущем ждет вас? Ждет вас удача, благополучие. Часто эта карта говорит о том, что происходит возвращение человека к себе самому. То есть я начинаю прислушиваться к себе вновь. К своим каким-то внутренним желаниям. К каким-то своим внутренним процессам, которые во мне происходят. Я понимаю, что я меняюсь. Я понимаю, что мне больше неинтересна старая жизнь. Я понимаю, что мне хочется идти в каком-то определенном направлении. И я не могу пожертвовать вот этими своими желаниями. Я больше не хочу приносить их в жертву, свои желания. Я больше не хочу быть как все. Я не хочу находиться в рамках каких-то моделей, шаблонов поведения, навязанных мне. И человек освобождается внутренне. Это карта внутреннего освобождения. Да, вода. Здесь вода. Это может указывать на большое количество разговоров вокруг вас. Человек, когда становится внутренне свободным, трансформируется в новую жизнь. И перестает быть удобным для окружающих. Он становится очень часто предметом критики. Вот вы были удобны для окружающих. Либо отношения были какие-то у вас, где отношения с вами были удобны для человека прежде всего, но не для вас. Вы перестаете быть удобной для всех, для кого-то. Вот во что выходит ваша трансформация. Вы неожиданно для себя меняетесь. Вы себя не узнаете. Это я вообще. Я никогда так не жила. Чтобы я когда-то кому-то сказала нет. Или чтобы я там отпустила какие-то навязанные мне ценности, чтобы я просто жила, исходя из своих желаний. Такого вообще, в принципе, быть не могу. Но это будет. Но это вас будет пугать поначалу. Но вы знаете, к хорошему ведь быстро привыкаешь. К свободе очень быстро привыкаешь. Ты понимаешь, что тебе классно, тебе хорошо, тебе уютно, комфортно от того, что ты живешь как хочешь. Да, наверное, прошлое могло принести какие-то перспективы и приносило какие-то перспективы. И части этих перспектив у вас нет теперь. Но это не важно. Потому что первое, что для вас первичное будет, это ваша внутренняя гармония. Вы из этого исходить будете. Мне хорошо, значит, будет так, как я хочу. Значит, я на что-то соглашусь. Буду отторжение чувствовать. Ну, значит, это не мое. Не пойду на это. И так мне хорошо от этого. Будете понимать, да? Так мне хорошо от того, что я не иду против своих желаний больше. Это неожиданно для вас. Что еще из неожиданностей? Трансформация тоже неожиданная будет. Потому что вы меняться-то не думаете. А что, мы планируем меняться когда-то внутренне? Ну, мы слишком, как это сказать, ленность проявляем, да? Слишком лениво, чтобы меняться. Чтобы что-то делать, прокачивать в себе зачастую. Хотя это очень полезно делать. Мы дождемся, пока ситуация пика достигнет. И потом пускай все это рушится. Пускай идет, куда идет, катится, куда катится. Ну, вот оно, по сути, так и происходит здесь. Трансформация будет тогда, когда уже дальше идти будет некуда, да? Просто выбора уже. Никакого перед вами стоять не будет. Как просто трансформироваться для новой жизни. Что у вас будет? Впереди непростой период. Карта предупреждает о том, что, может быть, много работы будет. Какое-то напряжение внутреннее. Ну, какие-то неожиданные аспекты могут вдруг нагрянуть. Здесь молния. Здесь что-то неожиданное. Здесь что-то, ну, поворот какой-то, может быть, событийный, не так, как вы планируете. Это вызвать беспокойство. Это вас может немножко дезорганизовать, выбить из колеи, но сказать, что это фатально, опять же, да, какие-то последствия принесет для вас проблемы. Я не могу. Что здесь может произойти? Здесь просто что-то, что наводит вас на мысль о том, что надо подумать об этом. Надо задуматься. Надо бы взять это в расчет. Надо бы это рассмотреть. Вы переходите на новый какой-то этап жизненный. Я могу сказать так. Здесь карта смерти. Это точка. Точка, которая завершена. Вот вы поставили точку в ситуации с этой женщиной и в этих обстоятельствах, в которых вы зависели от нее. Был трудный этап для вас. Но настает не менее трудный этап, хотя более приятный для вас. Хотя бы в плане того, что вы внутренне освободились. И научились себя слушать, свои желания, действовать из собственного эгоизма, такого здорового. Что здесь? Тут пробивать надо, двери будут какие-то. Тут тоже будет непросто. Дверь пробивать надо будет. Ну, будет всякое разное. Разочарование будет. Здесь новое общество может быть. Дверь очень часто указывает на наличие новых людей. Появление новых людей в вашем пространстве. Новый коллектив на работе. В связи с переездом новые люди, новое окружение. Не совсем понимать будете этих людей, а не вас. И могут быть проблемы, какие-то недопонимания. Надо претереться. Нужно время. Нужно понять, кто есть кто. Кто главный. Ну, любят же люди устанавливать свои порядки. Показать, кто главный, кто второстепенный и так далее. Здесь такие вот социальные небольшие ситуации, которые могут вас дезорганизовать слегка. Но вы знаете, вы производите впечатление от человека удачливого. Вот несмотря на какие-то ошибки, потери, неудачи, просчеты, несмотря на вашу жертвенность, какую-то такую, в прошлом. Вы человек самодостаточный. Как-то вы выглядите вот так неплохо. Я имею в виду уверенно. Ну, хотя, может быть, и внешне вы так ухожены. Вы моложе своих лет, возможно, даже выглядите. Ну, я о чем? Больше здесь как уверенность. Потому что люди в вас чувствуют уверенность. И, ну, общество такое, специфическое вас ждет. Там не все на таких позициях. Там как-то люди еще к этому не пришли, возможно. То есть вам есть что сказать, вам есть чем выделиться. У вас какие-то есть бонусы здесь. Вы можете очень многое в это пространство привнести. То есть сделать, как вы хотите. Инициатива у вас будет свободная. Действовать по своему усмотрению у вас будет возможность. То есть новая жизнь здесь. Новая жизнь, кругу новых людей. Очень сильные позиции у вас. У вас так жизнь закалила в прошлом. Что вы, наверное, уже насквозь будете видеть всех. Вот всех дураков, всех манипуляторов, которые там, как и в любом обществе есть. Правда же? Куда бы мы ни пошли, есть люди адекватные. Есть люди, которые немножко странно себя ведут. Будем это так называть. Не будем называть их врагами, завистниками. Всяко может быть. И такие могут встретиться на вашем пути. Но это жизнь. Здесь о чем карты? Про вашу сильную позицию. Вот о чем вам надо знать. То есть будет всякое. Будут разные ситуации. Но надо понимать, что если вы не себе не будете изменять своим принципам жизненным, вы всегда войдете в любой коллектив. Вы всегда займете достойное место. Человек, который верен себе, своим позициям, который не предает, на которого можно положиться, который обязательен в своих обещаниях. Это всегда ценно. Это всегда вызывает уважение, даже если к вам есть антипатия какая-то. Надо делать так, чтобы наши враги, конкуренты нас уважали. И тогда достать им у нас будет сложно. Сбить с пути истину будет сложно. Общий фон будущего карта заключительный. Обновление однозначно. Обновление, от которого не уйти. Не уйти вам от новой жизни. Не уйти от инноваций. Не уйти от трансформации, которая выявится в новое интересное путешествие. Непростое путешествие. Но все будет зависеть от того, как вы там самоутвердитесь, как вы себя покажете, как вы себя проявите. Кем вы станете там, зависеть, конечно, будет от вас, но и, конечно, от времени, от определенного времени. Потому что тоже время очень многое показывает, очень многое открывает. И лица людей открывает и показывает, кто есть кто по итогу. То есть с этим всем предстоит столкнуться. Но вот назад вы точно не будете оглядываться. И вот по карте маг на дне колоды могу сказать, что да, ваша жизнь, она будет другой. Это будет жизнь сильного человека. Человека, знающего цену своей удачи. Тому успеху, которого вы достигнете. Ну, вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезна. Это такой гигантский у вас рост от каких-то иллюзий, от потерь, от доверия излишнего. От обмана этого доверия. К действительно очень крупному результату, масштабному такому росту. Такая судьба. Такая у вас судьба интересная. Ну, на сегодня все. Всем пока. До новых встреч.